Одна из основных проблем, которая стоит перед стрелками, это доставка своего оружия к месту назначения, то есть на стрельбище, на полигон, к месту его непосредственного использования. И вот сегодня я хотел показать свой шехол от торговой марки H-Field, шельдик у них здесь, и куплен интернет-магазин Strike Shop, и в этом магазине, кстати, есть такой значительно большой выбор подобных аксессуаров вооруженных, и вот это тот чехольчик, который мне непосредственно подошел, который подходит для моей винтовки, здесь R-15 спрятано, вот о нем сегодня хотел немножко подробно рассказать. Ну, вначале то, что касается маркировок, здесь этикетки не снимал, собственно говоря, сам, шельдик и наклейка, классно, я на сей все клею, который у меня такой сохраняется. H-Field, почему именно он? Ну, во-первых, как мне кажется, это одно из самых идеальных сочетаний цены и качества. Стоит недорого, функционал отличный. Во-первых, сам чехол, он имеет такую вот недурственную толщину, здесь, ну, порядка 7 сантиметров. А это значит, что оружие, которое у вас спрятано в этом чехле, будет надежно защищено от воздействия внешней следы. От ударов, от нажимов, от штабелирования и так далее. Зачастую это бывает очень важно, особенно когда оружие точное, спортивное, и особенно когда оружие оснащено оптическим прицелом, как в данном случае. Итак, основной отдел, он же большой-единственный, который защищен сверху-снизу специальными проставками. На лицевой панели карманчик под прозрачный пластик для идентификатора, внизу же под ним велкро-панель. Здесь у нас на лицевой панели большой карман, в котором мы можем складывать магазины, патроны и другие необходимые аксессуары. Двойной беденок под тракторную молнию. В кармане мы имеем небольшой органайзер. Здесь у нас резинка. Вот так это выглядит. Сюда можно устанавливать, ну, например, магазин. И две резинки находятся на непосредственно внешней части кармана. Арочные магазины, кстати, в эти резинки подходят, ну, просто как будто под них и деланные. Впрочем, наверное, под них и деланные. Дальше. Рукоятка для переноски. Двойная. И, собственно говоря, основной отдел. Опять-таки, тракторная молния. Двойной беденок. Открываем. И таким образом у нас наш чехол разделяется на две половинки. Это еще одна штука от того же интернет-магазина. Strike Shop. Носок для оружия. Потом немножко попозже покажу его. Как мы видим, здесь у нас с комфортом размещается винтовка R15 с большим 14,5-инчовым стволом, плюс ДТК, плюс телескопический приклад в третьем положении. То есть, ну, и при этом здесь и находиться довольно-таки комфортно. С запасом. Я пробовал, если мы сдвигаем приклад в нулевое положение, то и с установленным глушителем винтовка здесь помещается вполне комфортно. На нижней положении у нас несколько, четыре ряда петель с панелью ВЕУКРА. Здесь у нас утяжки, которыми можем дополнительно в случае необходимости крепить либо оружие к этой панели, либо какой-то дополнительный аксессуар. Ну, например, смертный ствол. Толщину стенки мы можем оценить вот здесь. Ну, здесь порядка полутора-двух сантиметров. И этот жесткий материал, но в меру мягкий, который обеспечивает, собственно говоря, и сохранность нашего оружия в этом чехле. Оборотная сторона, ну, или то, что называется крышка. Здесь у нас блоки ВЕЛКРА для установки дополнительных аксессуаров, например, патчей, патронташей, магазинов, ну, и так далее, что вам будет удобно. И основной карман под сеточку закрывается на липучку для складывания, ну, всякой мелочи стрелковой. Например, те же самые наушники или документы здесь комфортно можно разместить. Ну, такое вот несложное, но, тем не менее, очень функциональное изделие. Вот интернет-магазина Strike Shop. В том же магазине и от той же и второй марки был куплен, ну, и так же вот такой вот, называется, ГАНБЕК. Ну, то есть оружейный носок. Он у нас чудесным образом получается, ну, ваккурат по размеру этой самой арки. И служит для кратковременного переноски оружия. То есть мы берем нашу винтовку, отделяем магазин. Помещаем винтовку в этот самый носок. Две утяжки, закрыли. И таким образом мы выполняем требования действующего законодательства. То есть оружие у нас находится в чехле. И вот таким вот нехитрым образом готово для транспортировки, для переноски. И при этом злополучный наказ номер 622 владелец оружия выполняет полностью. Оружие в данном случае зачехлено. Для чего и кому это может быть нужно и полезно? Ну, во-первых, тогда, когда вам необходимо кратковременно зачехлить оружие, и не требуется никакая дополнительная защита. Одели в носок, без проблем. Во-вторых, когда вам нужна дополнительная защита, и при этом у нас оружие находится уже в чехле. То есть мы зачехлили в носок, закрыли в кейс и вперед. Дополнительная защита от пыли, влаги, каких-то царапок, коцок и такое дальше. Ну и в-третьих, как мне видится, и, собственно говоря, зачем я покупал этот самый носок, для кратковременной переноски оружия и притороченной к рюкзаку, например. То есть, если нам нужно, например, пройти через населенный пункт, зачехляем оружие, приторачиваем ее к рюкзаку, пересекаем какую-то заселенную местность, опять расчехляем, а вот этот вот легкий носок прячем просто в рюкзак. Если в этом случае вы будете использовать большой чехол, ну то есть, куда вы потом денете? С этим всегда проблема. А вот этот легкий носок спрятали в любой карман рюкзака, и проблема решена. Мне кажется, очень ценный аксессуар, и такой очень необходимый, крайне необходимый владелец имущества. Редактор субтитров А.Семкин